Друзья, всех приветствую на торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш youtube канала Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канала Маркетс с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что ж, текущая торговая сессия. Долгожданный день, поскольку изначально мы понимали, что именно на текущую торговую сессию выпадет основной фундаментальный фон. По хронологии событий их очень много. Друзья, в 12.30 по GMT нас ждут данные по инфляции в США. Также в 12.30 состоится выступление вице-президента европейского центрального банка Гиндесса. После этого мы переключим наше внимание на решение Банка Канады по процентной ставке в 14.00 по GMT. В 15.00 по GMT состоится пресс-конференция руководства Банка Канады. И замыкать текущую торговую сессию будут протоколы последнего заседания американского регулятора в 18.00 по GMT. Каждое из этих событий, безусловно, это источник повышенной волатильности. Это потенциальный мощный катализатор для движения финансовых активов. Мы должны быть готовыми к мощным движениям. Поэтому заранее моя традиционная рекомендация – контролируйте риски, друзья. Это очень важно, особенно тогда, когда мы точно знаем, что рынки будут летать. Сегодня такой день, поскольку переоцените влияние данных по инфляции на доллар и на будущее решение американского регулятора по ключевой процентной ставке, практически невозможно. Это все завязано между собой. ФРС борется с инфляцией. ФРС пытается противостоять условиям, которые впоследствии экономически могут ухудшиться. И делает все, что от него зависит, чтобы в конечном счете создать благоприятную экономическую конъюнктуру. Инфляция – это один из основных индикаторов оценки ситуации в экономике. Инфляция остается очень высокой. Но если мы посмотрим сейчас на прогнозные значения, ориентиры, которые обсуждаются, мы будем, разумеется, анализировать мартовские цифры. И согласно прогнозам, индекс потребительских цен в марте снизился с 6% до 5,2%. То есть еще один месяц очевидного прогресса, постепенного приближения годового показателя индекса потребительских цен к целевому значению американского регулятора, который также, как и для всех регуляторов развитых стран, находится на отметке 2%. В базовой инфляции могут быть сюрпризы, потому что даже по прогнозам можно заметить, что ожидается рост на 0,1% с 5,5% до 5,6%. Хотя я все-таки склонен полагать, что по базовому индексу потребительских цен мы также увидим еще одно подтверждение прогресса, который будет характеризовать всю ситуацию с ценовой динамикой и с потребительскими ценами в американской экономике в прошлом месяце. Накануне я старался вам детально объяснить, почему я считаю, что текущий отчет вряд ли станет стимулом для американского регулятора повышать процентную ставку. Точнее, я даже зашел с другой стороны. Я дал вам понять, что в случае снижения инфляции нужно будет признать, что эффективность мер от ранее принятых решений очевидна. И американскому регулятору на текущем этапе может быть даже целесообразно занять выжидательную позицию, сохранить статус-кво и не менять ключевую процентную ставку, оставив ее на прежнем уровне в 5%. Это очень важное наблюдение, потому что если ФРС, конечно же, не пойдет дальше и не повысит снова ставку на хотя бы 25 байсных пунктов, доллар утратит всяческую фундаментальную поддержку, которую ранее получала от действий Федрезерва. И мы, ну, по крайней мере, я вам рассказываю про такую субъективную личную торговую активность. Я ставлю на снижение индекса американской валюты, потому что уверен практически, что ФРС после сегодняшних данных по инфляции получит убедительный сигнал того, что все достаточно с повышением процентной ставки, у него есть полное право сейчас просто посмотреть на развитие событий со стороны и оценить результаты ранее принятых решений и действий. По поводу того, что такая позиция, она уместна, хочу привести в качестве подтверждения еще несколько комментариев высокопоставленных чиновников. В частности, это заявление главы ФРБ Нью-Йорка Вильямса, который прокомментировал общую ситуацию в экономике накануне, дал понять, что индекс потребительских цен действительно снижается. Это очевидный прогресс, тенденция, которую я только что характеризовал. Но он считает, что в ближайшие месяцы ситуация может ухудшиться. И уровень безработицы, кстати, может легко достичь 4,5%. Поэтому его точка зрения, что американскому регулятору нельзя ни в коем случае сейчас повышать процентную ставку. Еще один очень известный не только в США человек, экономист Рик Ридер, который является инвестиционным директором BlackRock, крупнейшего инвестиционного фонда в мире, он также прокомментировал перспективы изменения ключевой процентной ставки в США. И по его мнению, если американский регулятор хочет создать дополнительные трудности для американской экономики, да, ему нужно повысить процентную ставку. Но он все-таки рассчитывает на то, что ФРС это дружеский регулятор к национальной экономике и не будет очинить дополнительных препятствий на пути экономического восстановления, которое оставляет желать лучшего. Поэтому вот, пожалуйста, альтернативные точки зрения, которые совпадают с моей точкой зрения. И я рассчитываю на то, что сегодня, после того, как выйдут данные по инфляции, после того, как будут опубликованы протоколы последнего заседания американского регулятора, завтра, когда мы с вами будем обсуждать фактические перспективы повышения процентной ставки и то, как изменилась вероятность этого шага, этого действия после отчета по инфляции, у меня будет возможность сказать то, что большинство сейчас за то, чтобы ставка не менялась. Я рассчитываю на то, что сегодня индекс доллара окажется под давлением, он, в принципе, уже снижается. Текущие котировки 101.74. Соответственно, ждем дальнейшего развития нисходящей динамики и приближения к поддержке 101 пункт ровно. Золото 2018 долларов за тройскую унцию рос, как и ожидалось. Это очень хорошая сделка. Мы не стали фиксироваться, когда золото протестировало поддержку 2000 долларов за тройскую унцию. Я обращал ваше внимание на сантимент, на общее позиционирование рынка, на основании данных американской комиссии по торговле товарными фьючерсами. Этот новостной фон никуда не делся. Но сейчас мы видим то, что сантимент демонстрирует нам очень хороший показатель именно действий большинства. 65% трейдеров золото уже шортит. Я думаю, что по мере приближения к отчету по инфляции и после его выхода, общее количество коротких позиций по рынку драгоценных металлов станет превалирующим среди спекулянтов. И это позволит нам сделать вывод о том, что золото имеет очень хороший потенциал для того, чтобы идти против толпы уже к новым локальным максимумам. Цель остается прежняя по золоту. Это 2050 долларов за тройскую унцию. Вполне возможно, друзья, что к этой цели мы сможем подобраться уже в рамках текущей торговой сессии. Европейская валюта тоже все замечательно. Пока что складывается 1,0926 текущей котировки. Хочу обратить ваше внимание на вчерашний комментарий члена Управляющего Совета ЕЦБ Пабло Коса, который также прокомментировал ситуацию с базовой инфляцией, признал, что раз базовая инфляция остается существенно выше целевых значений и у ЕЦБ есть представление, что она останется высокой вплоть до 2025 года, европейский регулятор должен активно повышать процентные ставки так же, как и раньше. Об этом я уже говорил. Это главный фактор поддержки для главного валютного риска, поэтому ждем теста сопротивления 1,10. Доллар канадец 1,3454. Цель 1,34. Я думаю, что даже можно отправить пониже к уровню 1,33. Заседание Банка Канады. Решение по ключевой процентной ставке. Оставят с вероятностью 100% на прежнем уровне, а 4,5%. Потому что ситуация с инфляцией стабильная. Общая экономическая обстановка тоже идеальная для того, чтобы Банк Канады сейчас не торопился с дополнительным шагом, который, напротив, может ухудшить экономические условия. Я сегодня возлагаю очень большие надежды на оценку экономических перспектив и дальнейших действий Банка Канады по ключевой процентной ставке. Поэтому, если ожидания оправдаются, не будет очень много хорошего сказано про ситуацию с рынком труда с перспективами роста на второй-третий квартал. Канадский доллар может получить дополнительную поддержку, что вкупе с текущим восстановлением цен на нефть и потенциальным снижением курса доллара легко может отправить опару доллар-канадец на 100-150 пунктов ниже. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Хорошей торговой сессии. Обязательно контролируйте риски. Ну и что ж, ждем данных по инфляции.